Приветствую вас! Я бы ответил на ваш вопрос, который вы задаёте, примерно следующим образом. Дело в том, что нет какого-то единой нормы того, сколько, допустим, можно пить алкоголя, да, сколько можно пить алкоголя, кому можно пить алкоголь и так далее. То есть реальные какие-то вот вещи, реальные какие-то вот количественные показатели очень сильно зависят от вас, то есть от вашей, допустим, массы тела, от вашего, от вашей, может быть, восприимчивости алкоголя. Вот. То есть тут вот такой момент, и мне кажется, что исключать его было бы неправильно. Вот. Потому что это именно вы, да, это именно вот, ну, это именно ваша позиция, это именно ваша, условно говоря, доза. И, соответственно, мне кажется, что, ну, нельзя, нельзя так просто взять и сказать вот, что, вот у меня есть такая вот доза, ну, у меня есть такая доза, да, допустим. И все, я вот, только ее пьют. Ну, очень много, очень много факторов есть, к сожалению, которые на это влияют. Вот. И эти факторы, мне кажется, нужно учитывать. Вот. Поэтому, я думаю, что по поводу именно вот доз, да, если мы говорим по поводу именно доз. Ну, вам, наверное, лучше скажет нарколог, я так думаю. Именно нарколог в этом разбирается лучше, чем психолог. То есть, соответственно, обратиться вам имеет смысл в раздел медицины, там вам помогут в этом. Однозначно. Что касается, значит, того, что можно вам сказать или дать с точки зрения психотерапии профессиональной, то здесь, мне кажется, что начать нужно с того, почему у вас были проблемы с алкоголем. Вообще. Ибо по общему правилу, проблемы с алкоголем, это оральное поведение, разновидность личностного поведения. И, соответственно, вам не хватает, вероятно, любви. Ну, вероятно, я не утверждаю на сто процентов, но, вероятно, вам не хватает именно любви. То есть, причина, почему вы начали употреблять алкоголь, причина, по которой вы начали употреблять алкоголь, очень важна. Понимаете? Вот. Очень важен этот аспект для понимания ситуации, для понимания, ну, для вашего понимания себя, ну, себя самого, да? Вот. И так далее. Поэтому с точки зрения именно вот профессиональной психотерапии было бы идеально, если бы вы поисследовали этот вопрос конкретно вот в своем, ну, основываясь на своем личном опыте. Вот. Я бы сказал так. Это, мне кажется, вот та самая позиция, которая вам может, которая вам могла бы помочь. Вот. И, возможно, вы найдете благодаря этому ответ на свой вопрос о том, почему вы пьете сейчас. Да, то есть, почему вы вообще пьете, вот вы говорите, пять лет не пили. А сейчас наши ребята, то есть, ну, очевидно, что вас что-то сподвигло на этом. И мне кажется, что можно выяснить, что именно сподвигло вас употреблять алкоголь. начать употреблять алкоголь. Вот. Понимаете? Я опять же не хочу сказать, что вы поступаете обязательно как-то неправильно. Не хочу сказать, что вы поступаете как-то неверно. Не хочу сказать, что вы не должны так поступать. Я хочу сказать, что есть причины, по которым вся эта позиция началась. Есть причины, по которым вы начали его употреблять. И было бы здорово, если бы мы с вами смогли это выяснить. Было бы здорово, если бы мы смогли выяснить с вами, почему вы снова начали пить. Вот. Без каких-то, значит, ну, наездов на вас, без каких-то обвинений, да, без обвинений в ваш адрес и так далее. А именно, вот, просто постараться определить, почему вы начали пить. Мне кажется, что это вам поможет. Мне кажется, что это вам поможет. И мне кажется, что вы сможете лучше себе разобраться в таком случае. Вот. Такая вот история. Зачастую алкоголь снимает какое-то напряжение, которое вас копится. Зачастую алкоголь это следствие расщепления. То есть, когда в детстве, например, человек испытывает достаточно сильное напряжение, вот, по, ну, по ряду причин. И привыкает снимать его алкоголь. Вот. То есть, суть заключается в том, суть того, что нужно сделать, заключается в том, что нужно понять, что вам алкоголь, вообще говоря, дает. Да? Вот. И вот, когда, если будет понятно, что он вам дает, тогда уже можно будет и заниматься психотерапией. Вот. Чего вам не хватает и так далее. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.